Всем привет, с вами Мастер Юрец. В этом видео я хочу рассказать, как играть за мастера стихий. Первым делом я хочу рассказать про ПВЕ скиллы Форса. ЛКМ. Всегда берется по первой ветке. Также его нужно сделать легендарным. ПКМ. Всегда берется по второй ветке. По первой, когда нужно примораживать босса, например Юксона, чтобы он стоял на месте какое-то время. Единичка. Берется всегда третья ветка. С помощью ее мы будем взрывать 5 таков искр и вешать ожог. Также его нужно сделать легендарным. Двойка. Берем по третьей ветке. Также его нужно сделать легендарным. Тройка. Углушает на 2 секунды и замораживает на 5 секунд. С помощью него можно, например, рутать ластбосса в литейный. Четверка. Зависит от ситуации. По первой ветке для захвата моба, не босса. Больше всего используется в ПВП. По второй ветке для притяжки к себе союзника, который поздно ползает или медитации, чтобы помочь ему подняться. Ледяную зетку ИХ я не использую. Если нету у вас С, то вы с помощью зетки можете восстановить 3 С. Ледяная С. Защищает от дальних атак, а также вас подхиливает. Ледяная В. По первой ветке для массового сейва пати. Ледяной этап здесь нужно брать по ситуации. По первой ветке для сейва практически от любой атаки. По второй ветке, если нужно засейвить и при отмене приема переместиться назад на 15 метров. Использую, когда отыграю дальнюю метку в Амане Харс. По третьей ветке, когда нужно отхилиться. Огненная З. Берем по первой ветке. Это двойной упрокид. Огненный И. Берем по первой ветке. Также его нужно делать легендарным. Огненная Ц. Накладывает ожог на 10 секунд. Огненная В. Урон по области. Огненный Табус. Блокирует одну атаку. Например, можно заблокировать шар, который пускает асера. Или же подбрасывает за контроленную цель. СС. Берется по второй ветке. Для перемещения назад на 14 метров. К. Переходит в огненную стойку. Перемещает нас на 5 метров вперед, или же перемещает за спину врага на 7 метров. Ешка. Переход в ледяную стойку. Перемещает нас на 5 метров вперед или же перемещает за спину врага на 7 метров. Перед тем, как перейти к ротации на форса, нужно рассмотреть два бафа, которые будут давать нам максимальный дамаг. Первый. Это огненный поток на эхпу, который вешается на персонажа. Второй. Это ожог, который вешается на противника. Можно сразу наложить такими скилами, как Икс, огненный шар, или Сэшка, огненный цветок. Если они в откате, то можно использовать Вэшку, пламя небес. И ЛКМ. Мы таким образом настакиваем 5 искр и с помощью единицы, энергетический луч, взрываем 5 стаков и вешается ожог. Теперь перейдем к ротации форса. Первая ротация, с чего я начинаю дамажить, это Икс, Вэ, Эф, Икс и спам. Двойка, ПКМ, ЛКМ. Если мы тачим босса, то можно использовать эту ротацию, вот только чтобы ее использовать и босс оставался в центре и не прыгал, или не притягивал всех, как в литейке первый босс, то нужно сначала скастовать Икс, развернуть перца задом и когда шар полетит, нажать СС, потом жмем Вэ, Эф, Икс и спам. Испам им двойка, ЛКМ, ПКМ. Есть еще вторая ротация. Это ЛКМ, Сэшка, Вэшка, Эф, Один, Икс, Икс и спам им двойку, ЛКМ, ПКМ. Основная ротация. Пам двойки, ПКМ, ЛКМ. И параллельно следим, чтобы на вас был бафф Огненный поток, а на враге был Ожог. И юзаем скилл, когда появляется Эфка, двойной поток. Здесь вы наглядно можете посмотреть дамаг с Мастером Духом. Слева дамаг сразу под двойкой, по центру дамаг первой ротации, которую я всегда использую, и справа дамаг второй ротации. Что нужно форсу? Пушка морока, потом ворона, стихийное кольцо, стихийная серьга, легендарные ожерелья, браслет зверя, легендарный пояс, зеленый символ и фиолетовый символ. Их можно объединить в легендарный символ. Либо же можно подождать и объединить фиолетовый и салатовый символ. Подвеска на планы с небес. 3 грамма мы собираем 1-5 черепахи, 6-8 амана, потом фулл ворона. Всем спасибо за просмотр и удачного вам усвоения класса. Всем пока.